Всех приветствую! Новый день, новые находки. И вот первая находка. Новая совковая лопата. Вот, отличная лопата. Ручку куплю и будет то, что надо. Даже знак качества он есть. Цена 50 рублей или 50 копеек. Вот еще находочка, ССР-овский ключ. Ржавенький, но целый. Давайте посмотрим его размер. Это у нас 36 на 41. Отличный ключ. Нужно взять. А вот еще одна звездочка. В хорошем состоянии. Новая. Да, вот краска на ней. Абсолютно новая звездочка. Конечно же заберу. О, мужики, смотрите какой классный ящик. У меня уже таких есть пару штук. Блин, это шкатулка. В ней деньги перевозили в поездах. Вот он с замком такой, с петлей. Мощный. Из толстого железа. Для хранения всяких железяк. В мастерской. Классная вещь. В общем, повезло. Забираю шкатулочку. Вот даже написано о городах Тырка. Принято деньги. 56-й год выпуска. Вот. Перевозили в них деньги в поездах вроде. Ну, кто знает, точно скажите. Я чувствую, здесь весь СССР соберу. Короче, вот тащу ящик. И смотрите, что нашел. Детская ведерка. Это, которая у нас в песочнице была. Вот она. Из СССР. Помните? Как мы такими игрались. Так. Рестан. Цена 22 копейки. Вот точно. Теперь у меня у малой есть СССРовская лопатка. И вот теперь будет еще СССРовская ведерочка. Мы еще этими ведерочками пасочки делали. Короче, заберу. Ну, отдам ребенку. Пусть играется. Вот еще домкратики. Привалили. Вот такой вот двухштоковый. Классный домкрат. Я уже такой восстанавливал. Маленько. Вот еще маленькие. Это какой-то, наверное, пятитонный. Ну, что-то не особо. Он качает. Ладно. Но вот этот двухштоковый, наверное, стоило бы забрать. Отличный домкрат. О, еще одна полезная находочка. Грабли. Ну, конечно, немножко они сломанные. Ну, почти целые. Оказывается, в Украине граблей нормальных не купить. Я поехал в все магазины. Объехал. Какие-то жестяные продаются, гнутся. Короче, наверное, вот эти в металлоломе заберу. Пару зубчиков восстановлю. И будут у меня классные грабли советские. Мощные. Можно гребти, хоть металлолом. Вот вам, мужики, где кот, где кот. В комментариях там человек 20 написало. Вот наш кот. Да, кот? Иди. Голози. Ты уже в курсе? Опа. Где кот? Вот кот. Привет всем передавай. Так, сейчас покормим кота. Так, ну ладно. Вот, все. Кота покормил. Кот всем привет передал. С котом все нормально. Пойду дальше поищу металлоломщика. Может, что интересного насобираю. Так, ну вот, короче, приехал я. Вот моя лопатка новая. А вот мой новый держак для лопаты. В общем, была зимой история. Застрял я в снегу. Пошел по магазинам. Ну, нигде лопаты такие вот не продаются. Ну, вот такие вот широкие, совковые. Вот. Хопа. Все. Вот. Вот, зацените, какая крутая лопата. Вот это лопата. Вот вам сразу покажу, какой лопатой я всю зиму машину откапывал. В магазине была только такая. И никаких других. Причем это говно еще из пластилина какого-то сделано. Вон она гнется. Короче, мало того, что она какая-то непонятная, она еще и некачественная. А покажу вам сразу лопату. Раз уже дело зашло. Немножко истории об Упындоре. Смотрите. Вот это вот моя история. Это лопата моего отца. Вот она стертая, представьте, до половины. Он ею грузил уголь. Мы, значит, с ним развозили уголь людям. Как бы доставочка была. И первые свои деньги я зарабатывал погрузкой угля. Вот. Я ее храню, чтобы никто не думал, что я из не такой семьи Куси, а из богатой. Так вот, из этой семьи я вот зарабатывал свои первые деньги с помощью вот такой лопатой. И вот так вот она стерта. Она, кстати, напоминает мне мою новую лопату. Смотрите. Один в один. Это, как бы, она и есть. Только посылка из прошлого. Типа, а теперь давай заново. Одну лопату стер, бери новую и вперед. Интересная находка. Лопата. Лопата какая-то не такая. Смотрите. Есть куда ногой наступать. Но из чего это лопата и для чего? Я никогда таких раньше не видел. Кто знает, что это за лопата? Это, может, военная какая-то. Заберу лопату интересную. А вот клинышек хороший. Такой. Ну, вроде скалывается. Но забивать куда-то пойдет. Мощный такой. О! Смотрите. Бублик до ПТС. Это же любимые колечки автора канала. Запчасти с металлолома. О! Сейчас посмотрим, какой же его вес. Так. Бублик до ПТС. 5 килограмм. Да? 4. 4 килограмма бублик до ПТС. Нормалек. 50 гривен. Виталик их продает по 300, наверное. Виталик с канала. С запчасти с металлолома. Напиши в комментариях, сколько такой бублик стоит. Хочу продать. Вот, кстати, канал Виталика. Называется запчасти. С металлолома. Ссылку даже оставлю под этим видео. Виталик, ты меня уже должен. Как за 10 бубликов от ПТС. Короче, прикол, мужики. Смотрите. Аккумулятор мутлу. Вот, лежит. И вот. Смотрю. А в нем зеленый индикатор. О! Вы такое видели? Так, где он там? Ну вот, зеленым светится. Я его проверил и скрится. А прибор забыл. Ну, ручки только нету. Здесь вот клемма проломанная. Вот, смотрите. Может и в этом дело. А вот еще один мутловский лежит. С ручкой. Ну, посмотрим. Зеленый индикатор. Блин, и в этом зеленый индикатор. Да в чем прикол? Короче, два мутловских аккумулятора и оба с зеленым индикатором. И похожие друг на друга. Не знаю. Отложу, наверное, завтра прибор возьму. Проверим, насколько они живые. Прикол. В общем, взял аккумуляторы на проверку. Ну, типа, если нормальные, оставлю себе. И вот приборчик приехал в гараж. Нужно его с собой возить. К чудо-прибор, кстати. Всем рекомендую. Покупайте. Ссылка на OLX в описании под видео. Нужно же мне как-то зарабатывать. В комментариях мне пишут, что я барыга. Покупаю на металлоломе и перепродаю. Вот. Так что покупайте прибор этот. Будете проверять свои аккумуляторы и аккумуляторы друзьям и всем-всем-всем. А мне за то, что вы купите по моей ссылке, капнет 2%. Блин, мало. Ладно, проверяем. Так, есть плюс. Подключаем минус. Ну и начинаем проверочку. Смотрим. Заряда КБ. Вне салона автомобиля. Обычная КБ. Так, ищем маркировку. Какая она здесь? Е-Н. Вот, Е-Н. Так, ну это особо она там не имеет роли. Не играет роли, да? Вот, Е-Н. Нажимаю. 520 ампер. Нет, 750 ампер здесь. Увеличиваем. До 70-50 ампер. 750 ампер мощные аккумуляторы. Так, нажимаю Enter. Проверка. Так, батарейка дохлая полностью. 23% смотрите. Отвезу обратно завтра. А индикатор зеленым светится. Все нормально. Видели? Прикол. Вот это да. Ладно, проверяем вторую. Ну, видимо, это с одной коллекции. Так, зря я их взял. Буду в багажнике катать. Теперь завтра придется обратно везти. Так, проверяем. Заряд. Вне салона. Обычное КБ. Е-Н. 750. Замер. 44. Ух ты! А этот-то поживее будет. Батарея неисправна. Ну, 44 тоже мусор. Значит, пусковой ток остаточный у нее. 332 ампера. Это очень мало. Сопротивление измерилось. Напряжение 10,28 вольт. Дело в том, что вот этот прибор чем крутой? Тем, что он показывает остаточный ресурс батареи. Даже если аккумулятор разряжен. То есть, вот этому прибору без разницы. Хоть заряжен аккумулятор, хоть разряжен. Я уже заряжал, ничего не изменилось. То есть, ну вот это вот 44% остаточная емкость аккумулятора. Короче, эти два аккумулятора мусор. Обратно их завтра отвезу, не стану брать. А, вот, смотрите, мужики. Прикол еще хочу вам показать. В секонде купил, короче. Каски, каски. Оказывается, существуют вот такие вот каски. Я сейчас базу строю. Думаю, возьму по 30 гривен штучка в секонд-хенде. Смотрите, внутри пластиковая такая вставка. Вот, значит, амортизатор. На самом деле кепка. Ну, как бы кепка, но на самом деле это каска. Строительная. Вот, прикол. Короче, теперь хожу по стройке в этой каске. Новые находочки. Кто-то выбросил сварочный аппарат. Ну, такой я уже продавал. Неактуально. Алюминиевая проводка в него. Короче, абсолютно негодный. Единственная ценная вещь, это, наверное, датчик перегрева. Здесь и то он мне не нужен. Ладно, брать его не буду. Это уже прошлый век. А вот классная находка. Колесные диски. Очень большие. Внутряшку уже вырезали. Это даже хорошо. Потому как можно из них сделать классные печи. А вот шнек хороший. И шнеков сегодня целая куча. А вот здесь вот еще один диск такой. Самый беленький. Короче, диски позабираю. Внутряхи уже у них повырезанные. Меньше мне работы и меньше лишнего веса для покупки. Вот, можно еще шнеки позабирать. Ну, не знаю, нужны ли они мне. О, прикольно. Катализатор. Так. О, целый. Ну, как целый. Соты на месте. Вот, сейчас покажу. Соты целые. Можно забирать. Они, в принципе, вечные, эти катализаторы. Если целые, сотые. Я думаю, на Outlander даже подойдет. Он по размерам точно такой, как мне нужен. А то у меня там два джигулей стоит сейчас. Все, катализаторчик забираем. Короче, сельхозтехнику сдались. Ну, такой вот вентилятор. Не знаю, нужен ли мне такой или нет. Небольшой. Короче, сегодня целая куча шкивов. Вон еще шкив лежит. Ну, под тонкий ремень. Ну, такой нужно забирать. У меня такого нету. Ну, вот листы железа. Какие классные. Наверное, миллиметров четыре. Ну, такой вот листочек. Он листочек вообще сантиметра полтора толщиной. Листы железа. Это хорошо. Можно забирать на самоделочке. Вот, паяльник для пропиленовых труб. Расплавился. Видимо, не сработал термодатчик. Вот, как его поплавило. Перегрелся. Хотя, даже вот шайба есть, с которой трубы греть. Вставлялись трубы туда. Короче, не берите, наверное, такие вот паяльники. Паяльники часто вижу, как они перегреваются. Видимо, вот этот регулятор сломался. И начал он греться безостановочно. Вот так находочка. Смотрите, пневмопистолет. Старинный какой-то. СССРовский. Нужно, наверное, забрать, попробовать его. Или восстановить. Или разобраться, что с ним произошло. Я думаю, всем интересно, что с ним. Короче, забираю. Кот, давай, прыгай. А у кота, мужики, сегодня вискос. Покупайте вискос. Самый лучший корм. Хотя мне за это не платили. Так, сейчас посмотрим вискос. Хороший корм или нет. Ну-ка, кошара, покажи нам. Вот еще классная штука. Для СТО пойдет. Смотрите, какая раковина. Вот, боковой слив прикручивается. Я даже не знаю, что это было. Вот она с ободком. Короче, готовая раковина. На стол можно ставить. И мыть какие-то детали в ней. Вот такая штука мне нужна. Заберу для СТО. Ну, я, мужики, строю СТО. Кто еще не в курсе. Я, правда, поудалял те видосики. Но ничего. Скоро будет продолжение. Вот еще одни вилы. Тоже нужно забрать. Вот еще одни грабли. Можно забрать. Вот прикольный ключ газовый. Вот такой вот. Не знаю, даже размер. На 52. Сломан немножко вот. Крещено. А так-то вроде и ничего. Включил я пистолет пневматический. Он здесь, правда, где-то пропускает. Не знаю, то ли трубка пропускает. Но он не крутится. Ну, выяснил я, что он 89-го года выпуска. И производство СССР. Вот значки. Вот его маркировка. Обозначение. Кто знает, кто работал с такими пистолетами. Напишите в комментариях, какой у него крутящий момент. Но он, к сожалению, не крутится. Дует, но не крутится. На ручке у него есть переключатель. Вот такой. Я так думаю, в обратную сторону, чтобы он крутился. Но сейчас мы его разберем и посмотрим, что же там внутри. Никогда у меня таких советских пистолетов еще не попадалось. Откручу вот эти четыре болтика. Заглянем, хоть как он устроен. Что же здесь внутри? А, вот видно ржавчина. Подшипник какой-то. Нужно разобрать дальше. А, уплотнительная резинка. В общем, разбираю еще переднюю часть. Сейчас откручу. Посмотрим, что там. Вот у нас молотковый механизм. Внутри находится он, наверное, целый. А сам крутящий ротор, вот он. Вот он где находится. Что с ним произошло, неизвестно. Сейчас я его попробую оттуда извлечь. И посмотрим, как он устроен. Что там внутри. О! А внутри находится обычный лепестковый механизм. Вот он. Короче. Вот лепестки просто залегли. Сейчас я их вытащу, почищу, разработаю. И должно работать. Слушайте, да? Просто смазать нужно было, наверное. А, вот застрявшие некоторые есть. Ну так, мужики. Ну, короче, оживил я этого СССРовского монстра. Он, можно сказать, работает. Смотрите. Ну, квадрат здесь какой-то большой. Обычные головки на одну, вторую не подходят. Не знаю, наверное, какой там 3,8 идет. Или как там. Я в этих дюймах не соображаю. Ну, а так-то все работает. Еще осталось проверить молотки. Сейчас просто с тиски зажму и посмотрим, молотки работают или нет. Проверим. Блин, рабочий. А ну-ка в обратную сторону. Здесь вот переключатель. Переключил в обратную сторону. Проверим. Работает. И в одну, и в другую. Ну, в общем, вот такие вот находки были на металлоломе на этой неделе. Вот этот пистолет вообще меня порадовал. Немножко его подремонтирую. Будет как новый. Даже краска на нем не сбита. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте подписываться. А на этом все. Всем пока. И до новых находок. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok